Несмотря на договоренности, о тишине на линии соприкосновения говорить не приходится. Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков, сообщает пресс-центр штаба ОТОМ. С начала суток наемники 18 раз открывали огонь по позициям в ОСУ. Больше всего атак зафиксировали на Донецком направлении. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Раиса Ивановна едва пришла в себя после того, как в одну из комнат ее дома влетела вражеская мина. Вечером в 6 часов боевики ударили пожилые улицы на окраине Авдеевки. Из шести домов больше всех пострадал этот, где одиноко проживает 81-летняя старушка. Она топила печку. Она услышала, что стреляют. Но стреляли не сильно. А потом как бабахнуло, в хате стало темно. Уже поутру ремонтники восстановили электроснабжение. А соседи, в основном пожилые люди, помогали разобрать завалы. Теперь без крыши окон и дверей. Раиса Ивановна в отчаянии. Где жить? Куда? Я 35 лет прожила тут. Куда мне деваться? На передовой, признают пасхальный режим тишины, боевики почти соблюдали. До вчерашнего минометного обстрела. Хотя о безопасности на нулевом рубеже говорить не приходится. Артиллерия не работает. Периодически есть прострелы из стрелайских сброек. АГС. А что касается минометов, в данном направлении пока что тишина. Время перемирия и боевики, и наши солдаты используют по максимуму, чтобы укрепиться. Об условиях своей работы пехотинцы рассказывают с юмором. У пехотинца две руки. В одной автомат. В другой лопата. На позиции «Зенит», которая под «Спартаком», уже не осталось живого места. И практически ни одного целого здания. Поэтому, чтобы укрыться от обстрелов боевиков, приходится закапываться как можно глубже. Вот здесь вот, это какой-то гаденыш меня с этого, с панельного дома и выстрелил. Донецк, вот он. Стреляют, провоцируют наши войска. Чтобы у меня там жили родственники за моей спиной, я бы сто раз подумал. Зачем лишний раз провоцировать, вызывать наши войска на ответный огонь, если за спиной твои там родственники, родные, близкие, да, знакомые. Там все работает, люди работают, ходят. Вон, свет ночью видно прекрасно. Вот, как я вам и говорил, вот вам и тишина. Артиллерийская тишина не менее опасна. Во время объявленного режима перемирия боевики не перестали использовать оружие. Во время режима тишины были два тяжелых осколочных ранения. Ничем не отличается. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер.